Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Пришло время подвести итоги недели, которая вершится знаковыми рязанскими праздниками. Днем Города и замечательным в своей непредсказуемости торжеством Днем Десантника. Кстати, власти некоторых российских городов уже обратились к десантной брате с просьбой не омрачать праздничные мероприятия разудалыми и нетрезвыми проявлениями. Например, в Санкт-Петербурге эти вопросы обсуждались на специальном брифинге. Организаторы пообещали, что праздник пройдет торжественно и без эксцессов. Даже самые отчаянные питерские десантники уже давно остепенились, сказала тамошнее начальство. Ну а мы вернемся к тем рязанским событиям, которые стали наиболее заметными на уходящей неделе. Коротко о некоторых сегодняшних темах. День Крещения Руси православные христиане отметили в этот понедельник как духовный, так и значимый исторический праздник. Поддержим Донбасс. В Рязани продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Новороссии. Успеют или нет корреспонденты программы «Время говорить» на этой неделе выясняли, будут ли запущены в срок объекты, обещанные чиновниками рязанцам, к Дню Города. Ну а теперь по порядку обо всем. И вначале о дате недели. Русь-матушка в понедельник отмечал день обновления, можно сказать, духовного рождения и поворота к православной вере. 28 июля был день памяти великого равноапостольного князя Владимира, который повелел в 988 году крестить подвластные ему и до того языческие народы. А спустя века, летом 2010-го, тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, на основании которого теперь ежегодно 28 июля в России отмечается памятная дата – День Крещения Руси. В понедельник в Рязани освещали место под строительство нового храма, который будет стоять в Канищеве, неподалеку от парка морской славы. Здесь, после обряда, митрополит Рязанский Михайловский Вениамин сказал слово о значении великого события – крещении нашего Древнего Отечества. Я надеюсь, что здесь будет уже построен пока деревянный храм, чтобы мы могли отметить. И дальше будем строить большой каменный храм. Но так как это место состояло с морской славой наших рязанцев, мы здесь построим фактически два нижних храма. Это будет в честь адмирала Ушакова, где на мраморных плитах будут выбиты имена всех тех рязанцев. Это мы будем работу проводить с моряками нашими, которые общество воинов моряков. И мы будем выбивать на плитах имена, чтобы была память их из рода в род. Митрополит Рязанский Михайловский Вениамин отметил в своем обращении к собравшимся здесь верующим, что именно принятие православной веры стало поворотным моментом в истории русского народа и позволило собрать воедино раздробленные славянские земли в сильное государство. Днепровская купель – это основа нашего христианского самосознания и государственного стиха. И в этом большая заслуга равна апостольного князя Владимира. Он дал веру людям новым, веру правую. И мы сегодня молимся ему, чтобы он, как покровитель земли нашей, молил Бога, укреплял наше отечество, дарвал нам силы внесения нашего креста. Что касается же строительства нового православного храма, то сейчас, как отмечают в Рязанской митрополии, службы проходят в Преображенском храме села Конищево. Теперь же и в парке морской славы воздвигнут сначала небольшую деревянную церковь в честь равна апостольного князя Владимира, а затем в планах построить каменный храм, который станет основным местом молитвы верующих жителей микрорайона Конищево. На этой неделе наши авторы обнаружили в Рязани действующий пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Обнаружив, сняли об этом сюжет и записали специальное интервью с одним из организаторов этого начинания в Рязани. Небольшая презентовая палатка, раскладной стул и пожар в сердце – это все, что на сегодняшний день есть у активистов независимого гражданского объединения «Триколор». Желание принести пользу и, возможно, спасти жизни людей, оказавшихся под перекрестным огнем в Донецком регионе, заставляет их изо дня в день выходить на свою вахту и собирать гуманитарную помощь для гражданских и тех, кто вынужден был взять в руки оружие. На сегодняшний день, с 9 мая, мы отправили медикаментов из еды и снаряжения около 15 тонн, это около 4,5 миллионов рублей. Люди помогают очень охотно и главная проблема, вот, допустим, в Рязани мы открыли палатку 6 июля, и основная проблема здесь – это распространение информации о том, что мы есть, потому что мы обеспечиваем для людей возможность помочь, то есть мы помогаем помогать. То есть мы доставщики, мы организаторы грузов, не более. Для обычных граждан у нас есть отчеты в соцсетях, о нас снимали федеральные каналы, сюжеты о наших грузах. Грузы действительно доходят до городов Украины, до городов Юго-Востока. Нас благодарят главврачи больниц, оболченцы из штабов. Первый пункт сбора был открыт в Воронеже. 6 июля ребята добрались до Рязани, потом планируют отправиться в Липецк. На сегодняшний день им очень не хватает рук, вахта длится всего 4 часа. На желающих заниматься благотворительностью в Рязани мало, а помочь нашим землякам из Новороссии можно как консервами, так и лекарствами. В ход пойдет абсолютно все. На палатках мы собираем медикаменты, и медикаменты – список большой, но в основном все сводится к трем вещам. Это обезболивающие в ампулах, антибиотики в ампулах и заменители крови. То есть это препараты, которые нужны для оказания первой медицинской помощи, когда люди страдают от огнестрельных ранений, от взрывов и так далее. Второе направление – это еда, провизия, то есть не портящиеся продукты. И третье направление – это мужская одежда, как снаряжение, то есть камуфляж, трусы, носки, футболки. Как говорит Макей, препятствий на переправе через границу куда меньше, чем здесь, в Рязани. Недопонимание горожан крепче вооруженного кордона. И хотя пакеты и коробки с гуманитарной помощью сердобольные граждане приносят ежедневно, находятся товарищи, которые подозревают активистов во всех смертных грехах. Видимо, отголоски войны им чужды, да и вообще, как бы чего не вышло. События недели для нас, рязанцев, это, безусловно, день города. В этом году праздник можно именовать даже не днем, а целым уикендом Рязани. Поскольку всякого рода и масштабу мероприятий намечено превеликое множество. От запуска стратегических объектов, вроде Рязанского Арбата, пешеходно-культурно-центральной нашей улице Почтовой, в народе именуемой, как в старь, под Белкой, до открытия спорткомплексов и многочисленных парковых фитнес-площадок. Здесь надо напомнить, что какое-то время назад мэрия давала народу целый ряд обещаний, связанных с новыми проектами. Они, как уверяет руководство, нам, простым рязанцам, украсят жизнь и сделают ее комфортнее, наряднее, да и в некотором смысле проще. В Комсомольском парке, что в московском микрорайоне, в торжественной обстановке открыли спортплощадку с уличными тренажерами. Теперь ребята из окрестных дворов пробуют каждую из этих причудливых железяк и хотят укрепить свои мышцы. А какой тренажер вам больше всего понравился? Вот этот, прикольный, он типа велосипедом. А еще, может, какие понравились? Ну, пока мы только пришли, еще пока не видели. Ну, конечно, не было раньше. Тренажеры все великолепные, конечно. Любой по-своему хорош. На них очень удобно заниматься, ну и они помогают нам. Ну, то есть, позже мы уже разобьемся и будем сильными. Сам Комсомольский парк имеет славную историю. Как ни странно, но еще два года назад этот сквер выглядел заброшенным местом. Стремление местных жителей облагородить парк вызвало попытка застроить эту зеленую зону. Тогда в защиту сквера выступили около пяти тысяч жителей московского микрорайона. Парк отстояли и стали его убирать. На регулярных субботниках жильцы окрестных домов высадили новые деревца. Затем при поддержке городских властей установили забор. Далее в Комсомольском парке появилась детская, а следом за ней и спортивная площадка с уличными тренажерами. Жители города Рязани благодарны тем, кто услышал нашу просьбу. И вместо очередного дома или развлекательного центра на месте вот этого пустыря был построен в замечательный парк, ухоженный, с детской площадкой, с тренажерами. Очень благодарны тем людям, которые услышали наши просьбы. Дружить со спортом будут и ребята в Приокском поселке. Здесь, в парке имени Гагарина, позади Дворца культуры, установлена спортивная площадка. Отбоя от желающих опробовать каждый из тренажеров не было. Торжественное открытие площадки. Начать! Держим. Оп. Молодцы. Ура! Открытие новой спортплощадки в Гагаринском парке стал еще одним событием в деле возрождения популярного у жителей Приокского поселка места отдыха. Этим летом здесь установили детский игровой комплекс, беседку для шахматистов. И вот новые знаковые объекты. Открыли их в торжественной обстановке. Перед центральным входом у Дворца культуры Приокски для собравшихся играла музыка, исполняли вживую песню о спорте. Далее молодые рязанские самбисты продемонстрировали для зрителей приема российского, национальной борьбы. Бесспорно, что уличные тренажеры – это реальный шаг к развитию массового спорта в России. За последние два года в различных микрорайонах Рязани появилось 13 площадок. Сейчас в Дни города мы открываем 4 площадки. 7 площадок достраивается, 5 на территории школ и 2 тоже городские по проекту «Газпрома». И они к 1 сентября будут завершены. А вообще, надо сказать, что за последние годы мы 13 площадок открыли. Ну, возрождение вот этого парка «Гагарина» как бы стало таким, что называется, общим делом. И сегодня хотелось бы отдельно поблагодарить ту компанию, которая помогла нам в установке тех игровых и спортивных комплексов, которые здесь есть. Это компания «М5МОЛ» и, конечно же, компания «Возрождение плюс» – это группа молодых предпринимателей приокского поселка, которые, ну, практически день и ночь вот здесь работали и трудились, помогали устанавливать все вот это оборудование. Действительно, к нынешнему 919 дню города в Рязани открывается, благоустраивается и обновляется довольно много новых мест, где горожане могут проводить с пользой свой отдых. На этой неделе состоялось очередное заседание рабочей группы по созданию в Рыбновском районе достопримечательного места «Есенинская Русь». Встречу провел рязанский вице-губернатор Сергей Филимонов. На заседании рассматривались итоги работы направлений по инвентаризации земель и объектов капитального строительства. По итогам было выявлено 41 незаконное строительство. На основании этих фактов областным министерством культуры и туризма для рассмотрения в суд было направлено 22 исковых заявления. Сергей Филимонов сообщил на заседании, что, цитируем, результаты работы Генеральной прокуратуры подтвердили наши выводы о том, что постановления правительства области номер 62, призванные регулировать весь круг вопросов, связанных с осуществлением охраны объектов культурного наследия, а также вопросов жизнедеятельности граждан, проживающих в границах охраняемой территории, к сожалению, их не решает. Но нет там этих точек, которые не позволяют внести эти земли в кадастр, которые не позволяют их сделать землями историко-культурного назначения, по сути дела. И законодательство таково, до тех пор, пока мы не разработаем новую научно-проектную документацию, мы с вами не сможем их внести в кадастр, чем мы с вами сегодня и занимаемся. Наша задача как можно быстрее разработать документацию с тем, чтобы четко определить все регламенты, и чтобы это не мешало, первое, сохранению объектов культурного наследия, и второе, хозяйственной деятельности организации предприятий и граждан, проживающих на территории достопримечательного места. Жара, жареное солнце больших городов. Была когда-то такая песенка. Вот это самое жареное солнце уже какой день подряд донимает всех жителей больших и малых обитальщих людей. Плюс 30, а то и выше, загоняет людей в любые водоемы, лишь бы чуть-чуть остыть. А почувствовав облегчение и маломальскую свежесть, у взрослых людей начинается синдром праздника. В этой связи хочется добавить градусов и внутрь. По статистике, 70% случаев гибели совершеннолетнего населения на воде обусловлено пьянством. Выпил на бережку и потонул в речке. Простая арифметика трагедии. Рейды по пляжам и местам отдыха, которые принято называть необорудованными, проводят и спасатели, и правоохранители. Это приносит свои плоды, однако далеко не так часто, как хотелось бы. Разруха, как всегда, в головах. Вспомним изречение булгаковского героя. На этой неделе на спасательном катере вместе с речниками вышла в рейд Оксана Тебенихина. Вот ее бортовые заметки. Путешествие нашей съемочной группы по ОК в сопровождении сотрудников ГИМС было связано с тем, что наш народ на свой страх и риск продолжает купаться на диких пляжах. Несмотря на все предупреждения и реальный риск оказаться в числе жертв водной стихии. Мы находимся на одном из пляжей, на котором у нас организовано несанкционированное место отдыха, за которым, как бы, вот, сами видите, мусор, люди, спасателей нету, спасательного поста отсутствует, спасательного оборудования нету. Детская купальня отсутствует, особенно вопрос к тому, что у нас оставляет быть место гибель детей на водоемах Рязанской области. Люди охотно берут из рук сотрудников ГИМС информационные брошюрки, но покидать свое пляжное лежбище не спешат. Рейды проходят ежедневно. Основная задача инспекторов – донести до отдыхающих, насколько такой досуг небезопасен для них самих и для их детей. Ведь именно у малышни, как известно, нет тормозов. Да и уследить за ними в знойной суете практически невозможно. А чего стоит последняя трагедия на озере Казарь в Рязанском районе? Напомним, мама и папа, взяв с собой двухлетнюю дочурку, решили доплыть на одноместной резиновой лодочке до противоположного берега. Суденышка перевернулась, взрослые спаслись, а вот малышку до сих пор ищут водолазы. Региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности, по факту гибели девочки 2012 года рождения. В эфире телекомпания «Город», вы смотрите аналитическую программу «Время говорит». Сегодня мы подводим основные итоги уходящей недели. Вот что будет во второй части нашего проекта. Вот такая джага. Рязанские оперативники накрыли в приват-клубе неслабое творческое объединение по оказанию интимных услуг на коммерческой основе. Впервые в истории Рязани наркополицейские выявили целую подпольную лабораторию по изготовлению амфетаминов. С таким размахом криминальные химики в нашем регионе еще не работали. Был в Крыму журналист нашей телекомпании Глеб Галушкин снял репортаж о своем июльском путешествии на курортный полуостров. Продолжаем программу. Несколько острых оперативных материалов дали на днях репортерам правоохранители. Например, полицейские провели, как в народе говорят, маски-шоу в рязанском клубе джага-джага. И выяснили, что здесь творятся дела очень сильно неправедные. Оказалось, что в заведении была организована малопотребная джага с участием дамочек известной профессии. И наш город не обошла проблема, связанная с нечистоплотной деятельностью некоторых, скажем так, особых клубов. Рязанские полицейские выяснили, что в заведении с разухабистым названием джага-джага организовано оказание интимных услуг за деньги. Встреча девушек с клиентами организовывала администрация заведения. Работницы клуба приехали в Рязань за красивой жизнью и оплачиваемой любовью со всего региона. Получилось в итоге, конечно, не так красиво, как хотелось. Теперь уже многим сотрудникам джаги будет недолюбовных у тех, как бы из салона на нары не переехать. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным статьей 241 Уголовного кодекса Российской Федерации, Организации занятий проституцией. Проводится расследование. Любителям клубнички напомним, что не так давно сотрудники уголовного розыска накрыли в Рязани бордель, организованный криминальными бизнесменами в центре отдыха в селе Поляны. 35-летняя жрица любви, будучи еще в неплохой форме, и сама за денежки предоставляла свои стати желающим, и знакомых девиц привлекала на амурную службу. Причем хозяйка притона собирала со своих сотрудниц процентик, как ставший по бизнесу. Но и это ладно, а вот растревожило шалунишек дяденек, нет-нет, да и заезжавших гостеприимным дамочкам известие о том, что, как выяснили полицейские, бандерша вела и пополняла клиентскую базу, блокнот с записями изъят. Кроме того, оперативники обнаружили у нее цифровые носители и диски с видеозаписями. Оказалось, что женщина регулярно записывала на видео встречи с клиентами, среди которых попадались вполне известные и обеспеченные рязанцы. Архив тоже изъят. Вот уж интересно, кто из этих самых известных и обеспеченных кувыркается на видео с девицами. Рязань-город маленький, всех узнаем в личности. Но для широкого зрителя эти картинки недоступны. А почему, собственно, народ должен знать своих постельных героев? А вот рязанские наркополицейские накрыли на этой неделе целую лабораторию по производству амфетаминов. Это первый случай, когда в регионе обнаружено такое масштабное производственное наркообъединение. Сотрудниками УФСКН при взаимодействии с управлением ФСБ России по Рязанской области и при поддержке бойцов спецназа «Гром» была пресечена деятельность подпольной лаборатории по изготовлению амфетамина. Может, это и неуместно, но сразу захотелось провести аналогию с популярным американским сериалом про преподавателя химии, узнавшего о том, что жить ему осталось чуть до маленько, и его юном компаньоне, мелком наркоторговце. Новоиспеченные товарищи решили наладить производство и сбыт амфетамина, дабы иметь возможность обеспечить свои семьи и разобраться с долгами. Только рязанская история, в отличие от голливудской, вполне реальна. И главными ее героями стали гражданские муж и жена. 34-летний мужчина ранее отбывал наказание за действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Мы наблюдали за ним с июлями, с весны этого года. Они выбирали частный сектор в отдаленных селах, арендовали его, для безопасности изготовляли. Соответствующую партию его возили на продажу в город Москву. При осмотре этого дома в общей сложности было изъято где-то 250 грамм этого вещества и оборудование для его изготовления. В частности, реагенты, химическая посуда, электронные весы и рецептура. Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, пытался оказать сопротивление бойцам грома, но безуспешно. Как у Высоцкого в песне, супротив милиции он ничего не смог. На сегодняшний день в связи с разгромом теневой лаборатории возбуждено уголовное дело по факту изготовления и попытки сбыта в особо крупном размере психотропных веществ группы лиц по предварительному сговору. Наш автор Глеб Галушкин, уходя в июльский отпуск вместе с напутствиями, получил и редакционные задания – вести нечто вроде путевых дневников и отчитаться затем о путешествии перед зрителями. Это интересно в первую очередь потому, что уезжал репортер в Крым по тому самому единому транспортному билету, введенному для туристов, желающих проведать этим летом вновь обретенной Россией ее БК – южный берег Крыма. Кто-то поосторожничал этим летом, дескать, неспокойно там в Крыму почему-то. Другие не надеялись на беспрепятственный проезд, опасаясь пробок на Керченской переправе. Вот обо всем, что как было, и рассказывает сегодня, без прикрас и преувеличения, вернувшийся с пляжей полуострова журналист Крымский. Репортаж венчает наш эфир. До Крымского полуострова можно добраться на самолете. Перелет длится чуть менее трех часов. А можно по единому транспортному билету, то есть на поезде, пароме и автобусе. Переезд, например, из Рязани до Ялты составит более 30 часов. Конечно, немного долго и несколько мучительно. Впрочем, цена на билет, если его купить за месяц до поездки, обходится июльскому туристу почти в два раза дешевле, чем на самолет. Купе будет стоить в районе 3,5-4 тысяч рублей, а плацкартные места от 2 тысяч. Сюда уже включена стоимость паромной переправы и автобусного путешествия по Крыму до нужного для туриста места отдыха. Надо отметить, что цена билета вырастает по мере приближения времени отправления. За день или за два цены на самолет и единый транспортный билет практически уравниваются. Итак, на железнодорожном вокзале Анапы после суток пути туристов встречают работники единой транспортной дирекции и вежливо просят пересаживаться их в автобус, который идет до порта Кавказ. Потеряться на вокзале и не найти свой автобус, если специально, конечно, этого не делать, довольно сложно. Билет на поезд является и билетом на автобус. Впрочем, на пароме и на крымской стороне билеты у отдыхающих уже никто не проверяет. На подъезде к паромной переправе пешие туристы сочувствовали автомобилистам, ведь в начале лета здесь скапливалась огромная очередь, почти в тысячу автомобилей, но безлошадных туристов подвозят к пирсу без пробок. Впрочем, погрузки на переправу и им необходимо подождать, займет ожидание около получаса. Здесь так же, как и на железнодорожном вокзале, рядом с туристами дежурят и транспортники, которые не дают людям опоздать на паром или потеряться. Спустя полчаса десятки людей начинают заполнять палубы, а автомобили – трюм парома. После короткого инструктажа от капитана судно отчаливает в сторону Крымского полуострова, а примерно через 20 минут этой морской прогулки паром выгружает людей и транспорт на Керченской пристани. Здесь туристов распределяют на группы и везут до конечного места дозначения. Далее отдыхающим необходимо решить свой жилищный вопрос. В принципе, проблемы с жильем в этом году туристов вряд ли возникали. Дело в том, что поток отдыхающих, по словам самих крымчан, заметно сократился. Украинцев не так много, а россияне еще не едут в массовом количестве, предпочитая краснодарские или иностранные курорты. В общем, практически на каждой автобусной остановке местные жители буквально зазывают приезжих. Цены на жилье разнообразны, хотя принцип ценообразования простой – чем дальше от моря, тем дешевле. Так арендовать квартиру или дом будет примерно стоить от 700 рублей в день. Проживание в мини-гостинице или отеле обойдется уже от 1000 рублей. Проживание в номере санатория с трехразовым питанием – около 2000 рублей в день. В общем, к поискам жилья надо подходить довольно основательно. Лучше забронировать себе место еще перед отпуском, так же, как и билет на обратную дорогу. Что касается пляжей, то в Крыму есть как песчаные, так и галечные. Проходы на все пляжи, даже которые были в частной собственности, согласно указам крымского правительства, теперь открыты. Однако, чтобы полежать на шезлонге и под зонтиком, надо отдать 200 рублей. Что касается питания, то цены вполне сопоставимы с рязанскими, хотя какие-то продукты, например фрукты, немного дешевле. Надо еще отметить, что Крым славится не только своими живописными пейзажами, пляжами, лечебным воздухом, но и замечательными историческими местами. Для туристов предлагается большой выбор экскурсионных маршрутов. Цена на отдельный маршрут колеблется от 500 до 3000 рублей. В итоге двухнедельная поездка в Крым с проживанием и питанием и некоторыми экскурсиями обойдется одному человеку примерно в 35-45 тысяч рублей. На сегодня у нас все о главных событиях недели. Хороших вам выходных, дорогие друзья, и солнечной погоды. Жара, конечно, сильно достает, но как мы станем ее вспоминать в дождливые дни осени. Так что будем наслаждаться тем, что дает природа здесь и сейчас. С праздником, Рязани, с днем крылатой пехоты. И до встречи на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова